Всем привет, это канал IntiGamesChannel, я Дэн Аргон, и сегодня вы узнаете мое мнение об игре под названием Баскетбилли. В начале, когда я не был знаком с этой игрой, мне было желание сделать прохождение, потом, когда познакомился, думал сделать обзор этой игры. В итоге, у меня хватило только на мнение, и сейчас я вам объясню почему. У этой игры была неплохая рекламная кампания за рубежом, ее все очень ждали, тоже за рубежом, потому что считали, что она перевернет Инди Мир, так как это сделали Брейд, Супер Медвой, к примеру, Машинариум. Но в итоге, когда проект вышел, ожидания не оправдались. Но игра оказалась таким, чуть лучше среднего, на мой взгляд. И в этой игре, как и во всех других играх, есть и плюсы, и минусы. Давайте, пожалуй, начнем с плюсов. Плюсы, во-первых, это графическое оформление. Оно сделано по типу, я не знаю, как бы, наверное, сказать, по типу акварели, плюс еще обводка, самая интересная обводка. Вначале я подумал, что это все сделано вручную, но, как оказалось, все это сделано на флеше, в принципе, это неплохо. Хотя, если бы сделали вручную, было бы много интереснее досмотреть, было бы приятнее на многом. Вот, также, по поводу графического оформления, присутствует рябь, сыпь, рябь на экране. То есть, такая специальная фишка, которая делает изображение старее, что ли, как-нибудь. Вот знаете, как старый телевизор. Но в итоге, чуть позже, эта вся рябь и сыпь перейдет в минус. Но об этом чуть позже. Вот, про графическое исполнение я сказал. Потом, дальше, по поводу геймплея. Как это играется? Во-первых, очень интересная фишка, которая меня зацепила. Это, как нам преподносит управление игры. Небольшой спойлер. Ну, совсем небольшой. Дело в том, что вначале нам показывают главного героя, небольшого роста, такого, знаете, именно лет 12. Когда его папа учит играть в баскетбол. В этот же момент нам показывают и управление. То есть, сюжет и управление тесно переплетаются. При этом, знаете, не так тупо, что, типа, просто ты появился на уровне, тебе написали стрелочкой, как бежать, и все. Нет. Это все-таки переплетается, все-таки красиво переплетается. Потом, чуть позже, снова показывают другую историю про этого героя. Что у него появилась сестра. Также показывают новые моменты управления. Это все очень здорово и красиво. Это огромный плюс. По поводу главного героя. Он играет в баскетбол. У него есть только баскетбольный мяч, и все. То есть, это первая игра, на мой взгляд, где нет оружия. Оружие является баскетбольным мячом. То есть, это та игра, которая заставляет вас выйти за компьютером, пойти на баскетбольную площадку и поиграть. Серьезно. После того, как я в него поиграл, есть желание пойти проветриться, как говорится. В чем минусы? Так, про плюсы. Великолепное музыкальное оформление. Это, по этому вообще я молчу, это все 100%. Все хорошо. Так, плюсы, плюсы. Да, пожалуй, все. Если что-то вспомню, то я вам скажу. Минусы. Минусы появляются сразу же при установке этой игры. Потому что игра сделана на флеше. Помимо того, что у вас есть обычный флеш-плеер, который есть в каждом компьютере, я уверен. Вам предоставляется... Нет, не предоставляется возможность. Вас обязывают установить еще какое-то дополнение от Adobe Flash, без которого игра просто не пойдет. Меня всегда бесит игры, которые заставляют что-нибудь установить, которые в процессе я их удаляю, а эта дурацкая программа потом остается на моем компьютере. Мне такие игры не нравятся. Совершенно. Что еще по поводу графического оформления? Да, оно здесь красивое. Но, если вы не любите фиолетовый цвет, то, пожалуйста, не играйте. Потому что здесь очень много фиолетового цвета, но он в свое время гармонично смотрится. Теперь по поводу слипи и ряби. В начале, я думал, это такая фишка, знаете, как я уже сказал, что это такая фишка, что это типа по типу старого телевизора, все очень здорово. Но после этого полутора часов игры, или даже двух часов игры, глаза просто начинают уставать. Очень ужасно глаза начинают болеть. Ты вот переводишь взгляд на стену, там, я не знаю, на что-нибудь переводишь взгляд, у тебя все в каких-то точечках цепи, не знаю. В итоге я вышел из-за компьютера, пошел умыться, пришел, зашел в опции, опции графики. И знаете, что оказалось? Что всю эту рябь можно убрать. Одним нажатием клавиши и все. Вопрос такой, зачем делать такую особенность, изначально в игре, как стандартную, которую можно легко убрать. И самое смешное, что когда вы выбираете эту рябь, картинка становится намного насыщеннее, красивее и сочнее, сочнее. Намного лучше. Так что если будете скачивать, заходим в опции и там убираем галочку по поводу этой цепи. На экране, так, по поводу главного героя, он баскетболист. Механика его движений, понятно, то есть, знаете, хоть раз, думаю, все смотрели баскетбол, но у него такие спонтанные движения. Я проиграл примерно, я много проиграл в игру, я почти ее прошел, и до конца уровня я не научился, как бы, улавливать момент, когда он сделает первый шаг. А это очень важно, потому что игра полностью состоит из головоломок. Это игра, по сути, игра-гололомка, и решением проблемы является баскетбольный мяч. Теперь представим ситуацию. По поводу, кстати, вот дальше проблемы, еще один минус. Представим картину, где есть пропасть, между ними два островка. А последний такой, как бы сказать, такая прямоугольная балочка, я не знаю, еще один островок. То есть, три острова. Вам нужно прыгнуть на средний остров, и потом перепрыгнуть на следующий остров. Так вот, дело в том, что, когда вы прыгаете на середину, и приземляетесь где-нибудь на краю, я приземлялся точно на краю, но при этом моя ступня, ступня героя, как бы, не спадала. Нет, она точно приземлялась на платформу. Он все равно падает. То есть, дело в том, что, если с точки зрения именно разработки игры, я вам объясню, мы видим, как бы, оболочку, графическую оболочку, что, как бы, вот она, прямоугольная ступенька, но если с точки зрения взаимодействия главного героя с этой ступенькой, на уровне скелета, как бы, этого героя, как бы вам правильно объяснить, ступня должна становиться ровно на посередине этой платформы. Это очень бесит, потому что этих платформ очень много, и когда ты четко приземляешься где-то, вот, почти на середину, он все равно падает вниз, он проваливается, скручивается эту ступеньку дурацкую. Я не понимаю. Мне это очень сильно бесило. Еще один минус. В начале игры нам рассказывают управление, я уже сказал. Потом нам дают первый уровень. Очень простой уровень. Он, он, банально очень простой. А вот второй уровень, это пипец. Я не знаю, знаете, такое ощущение, что между первым и вторым уровнем надо было еще быть 20 уровней, чтобы я так сильно отточил свое мастерство, мастерство управления этим игроком, чтобы легко пойти второй уровень. Третий уровень будет такой же сложный. То есть, я не понял эту фишку, то, что с первого уровня просто вот так, и все. И ты попадаешь сразу же на второй уровень, который ужасно сложный. Там очень много этих ступенек, платформы, на которых ты очень сложно приземлиться. Плюс ко всему, эта игра, она рассчитана на то, что вы будете все делать очень четко. Второй уровень, по поводу второго уровня. Если вы ошибетесь где-нибудь, затормозите. А там нужно прыгать три раза по этим платформам. Я подготавливаю это часопол, чтобы пройти этот уровень. Так вот, если вы где-нибудь затормозите, ошибетесь, все заново. Если вы кинете мяч, да, кстати, мяч обычно находится на другой части карты. Ну, как бы уровня, другой части уровня. Вы бежите за ним, берете этот мячик. Бежите к кольцу, да, там есть такое кольцо. В него вы бросаете мячик, и открывается новый уровень. Вот такая система. Думаю, если кого-то заинтересует, в принципе, можете посмотреть сами. Я вам не показываю, потому что она сделана на флеше, и там свои проблемы с записью данного видео. Так вот, и это очень ужасно бесит, когда вы должны прыгать по этим платформам. Потом еще нужно... Он подпрыгивает вверх, главный герой. И есть определенная точка, максимальная точка, в которой она будет находиться, в самом верху, по типу параболы, там, не знаю, или обычной горки. Как вам лучше понять. И если вы ошибетесь, если вы не ловите момент, когда она будет в самом верху, и раньше кинете мячик. Снова все сначала, давайте, пожалуйста. То есть второй уровень, на мой взгляд, это самый сложный уровень. Потому что там ты и с платформой затупишь. И, помимо этого, что еще, можете ошибиться, можно ошибиться, и все сначала, мячик можно не так кинуть. И дальше будет все сложнее и сложнее. В итоге, я не знаю, я научился управлять игрой, только где-то к середине самой игры. Ой, научился управлять игрой комнатой, к середине самой игры. И, пожалуй, я просто, не знаю, все нервы себе потрепал с этой игрой. В итоге, мое мнение, единственное, что здесь очень хорошее, нет сомнений, это музыка, еще раз повторяю. Все остальное, на мой взгляд, это средний проект, который стоит вашего внимания. Его стоит скачать, поиграть, как бы. Возможно, кому-то он понравится. Лично мне не особо, потому что я уже сказал все свои, как бы, все те минусы, которые меня просто бесят в этой игре. Это был канал TheGamesChannel. Пожалуй, это все. Я, Денаргон, прощаюсь с вами. Пока. Субтитры сделал DimaTorzok